Итак, всех приветствую! Сегодня будет сравнение латвийского города Венспилс и российского города Великий Новгород. Само собой, население стран очень разное, поэтому и города будут иметь разное население, но по масштабам это примерно похоже. Каждый из городов имеет по одному аэропорту, также Венспилс имеет население в 39 тысяч человек, находится он на северо-западе страны, на побережье страны. Также Великий Новгород не так далеко находится от Латвии, вот Венспилс, а вот находится Великий Новгород, находится в западной части России, является также областным центром Новгородской области. И давайте приступим к сравнению. Начнем с крупных улиц Великого Новгорода, выбираем что-то очень центральное такое. Крупная улица, дорога для такой оживленной улицы, впрочем, в пределах нормы, подухоженный газон, вполне неплохие фасады такого проходного уровня. Нет каких-то клумб, газонов, это конечно минус. Здесь видим стройку, вот такие вот заборы, старые, советские. Хочется отметить, что на улице чисто, это плюс. Имеются вот такие вот места ухоженные, не везде, но мы встречаем это. Фасады на нормальном уровне. Вот здесь идет уже хороший тротуар, приятно посмотреть. Ну и здесь какой-то парк или сквер. Единственное, что напрягает, здесь какие-то ларьки, цветы, какое-то, может, пиво, сигареты продают прямо на остановке. И уставлено это так, как будто бы здесь медом намазано и понаставили этого всего. И это сентябрь 2016, обновленные фотографии. Продвигаемся по улице, видим примерно такие же виды, вот он, сквер заканчивается. Здесь какое-то здание, торговый дом. Впрочем, неплохие виды, достаточно удовлетворительные. Ну вот здесь, конечно, идет уже какой-то поворот, менее как-то ухоженно. Вот такая старая хрущевка, можем заглянуть на секунду в двор. Ну вот видите, сразу же с поворота крупной трассы идет вот такие вот виды, уже никуда не годятся абсолютно. Ну здесь еще пока что за счет сквера что-то как-то ухоженно. Но вот такие виды, конечно, не радуют. Переходим на крупную улицу Венспилса. Ну здесь мы видим совсем другие виды. Здесь, конечно, и сравнивать будет очень сложно. Видим и газоны, и даже растительность, обратите внимание, растет так, как будто бы это все смоделировано на компьютерной программе. Обычно я даже не комментирую, если растут криво деревья, и это может быть и в Европе, и где угодно, хоть даже в Англии. Но знаете, когда вот такая страна, не совсем богатая и имеет вот такие вот виды, даже с деревьями, это что-то новенькое. Не говоря уже о цветной брусчатке, которая уложена на этой дороге, на достаточно немаленькой дороге. Это тоже удивляет. Здесь мы видим разная брусчатка, возможно, для слепых людей, чтобы они чувствовали, куда они подошли. Здесь вот такие камушки уложенные для красоты. Разные слои брусчатки, посмотрите. Есть, кстати, даже велосипедная дорожка. Ну и здесь вообще шикарнейшие виды. Да, такого я, конечно, не ожидал от такого небольшого города. И я даже, знаете, не смотрел предварительно вот эти вот места. Я в целом бегло пробегал когда-то, но сейчас я это вижу все впервые. Также можем заметить вот здесь. Вот такие вот места. Смотрите, как красиво все уложено. То есть здесь идут асфальт или плиты, а здесь уже идет такая каменная брусчатка. Зарослей нету. И посмотрите, есть по всей видимости эта парковка для велосипедов. Могу ошибаться. Лавочки новые, мусорники. Ну и фасады, конечно же, это абсолютно другой уровень, нежели в Великом Новгороде. Перейдем на другую крупную улицу Великого Новгорода. Наблюдаем вот такие вот виды. Здесь уже получше, чем было в этом же городе. Но, конечно же, это не латвийский город. Здесь есть какие-то отличия. Дорога тоже неплохая, хоть немножко и запыленная. Газон. Впрочем, для российского города сносный. Единственное, что здесь как-то нелепо вылез люк. За счет того, что здесь то ли раскопали что-то, то ли просто почва просела, то ли установили неправильно. Но здесь, ладно, здесь дорожный переезд. Здесь много всякого оборудования постороннего. Поэтому лучше посмотрим более центральные улицы. Ну и также хочу заметить, что мы там видели хорошую клумбу. Просто, чтобы вы не придирали, что я не заметил. Я заметил, просто я заговорился. Ну, бордюрчики, конечно, не очень. Нету каких-то вот этих мест, как мы видели, для слепых брусчатки. Но радует, что хотя бы есть тротуары. Но, с другой стороны, это все-таки такая крупная дорога, крупная улица. И здесь должно быть что-то более серьезное, чем вот такие вот тропинки протоптанные, которые идут в частном секторе между домами. Видеть такое на центральной улице, это, конечно же, это очень печально. Ну, кусты тоже слегка подзапущенные, но в целом, как бы, вроде бы, не совсем такие уж заброшенные места. Но чувствуется, как будто бы ты находишься где-то на окраине. Продвигаемся по улице, видим вот такие вот дворы, вот такие вот многоэтажки. Здесь уже чуть-чуть получше виды, чем те заросли, но вот тоже, как бы, проходной уровень. Ну, здесь вот такие вот виды. Снова что-то подзаросшее, что-то подубитое. Ну, и видим вот такие приятные фасады, в том числе. Такие фасады. Ну, и здесь, конечно, тоже дворы. Есть места, мне действительно отличные фасады, что-то даже европейское напоминающее. Ну, и есть вот такие вот места, с такими вот какими-то граффити даже. Переходим на еще одну улицу Вэнспелсе. На крупную улицу, я имею в виду. Давайте перейдем куда-то на другой берег. Видим вот такие места, впрочем, напоминающие очень сильно Россию. Но, в том числе, мы видим и отличия. Здесь есть брусчатка разного цвета и также видим велосипедную дорожку. Это тоже стоит отметить. Ну, также хочется отметить, что с высоты моста мы замечаем, что очень мало заросших мест на траве. А вернее, даже их нету. То есть, аккуратная картинка. Ну, а так сама дорога, конечно, напоминает российскую. Но немножко качество, конечно, получше. Чуть-чуть она запалена, но качество получше немножко. Перейдем куда-нибудь рядом, поскольку здесь смотреть на мосту не на что. Видим вот такие вот виды. Здесь перекресток тоже, по всей видимости, оживленный, поскольку улицы в Латвии, они, естественно, будут намного уже, чем в России, поскольку и население меньше. Ну, тоже брусчатка здесь в разных стилях. Это август 2014, даже раньше, чем 2016, который мы видим в России на фотках. И вот уже вот такая вот красота была. Но здесь, конечно, придраться даже не к чему. И фасады, и домики аккуратно стоят. Есть такие приятные заборы. Нету нигде вот этой травки мелкой заросшей. Цветочки на перилах. Здесь тоже кусты вот так вот вставлены, врощены в всю вот эту вот панораму. Есть вот такие вот даже современные часы. Видимо, с температурой, возможно, с какими-то курсами валют. Ну и вот такая вот вставка тоже очень симпатичная. Такие вот лавочки имеются. И вот такой вот мы видим здесь арт какого-то художника. Люди катаются на велосипедах. Ну, в общем, придраться и не к чему. Даже вот такие красивые кусты есть. Здесь выйти погулять одно удовольствие. Вот съехали мы с трассы. Ну и тоже видим, продолжается брусчатка. То есть это никакая не показуха, что там в крупных местах. И посмотрите, здесь даже еще шикарней газон. И это май 2012. Даже представляете, насколько мы откатились. То есть вспоминаю комментарии, что говорят. Ну то, что посмотрел там фотки 2015-го России и там плохо. А сейчас поменяли. Ну, ребята, уже и 2014, и 2012 даже смотрим. И еще лучше и лучше. То есть чем больше в прошлое откатываемся, тем круче виды. И вспомните то, что мы теперь видели 2016-й год в Новгороде. Переходим мы в частный сектор Великого Новгорода. Здесь какие-то многоэтажные дворы, хрущевки. Стоят мусорники, впрочем, картина с одной стороны особо радует. Но с другой стороны мусорники не самые плохие такие уж. Дорога, конечно, никуда не годится. Есть вот такой неплохой дом. Здесь как-то подухоженные, это радует уже. Ямы на дорогах, конечно, это плохо. Травка тут тоже подзапустили. Вот есть красивый дом такой. Что-то вроде современного такого европейского. Вот тоже старая архитектура, российская, как я понимаю. Но здесь пеньки, какие-то углубления. Это, конечно, могли бы и какие-то дорожные или городские службы повырывать это все. Или как-то это декорировать. Ну, продвигаясь дальше, мы видим вот такие вот виды. Здесь уже подзапущено все. И трава, и какой-то дом двухэтажный. Хоть и не самого худшего качества. Дома отреставрированы. Это красиво смотрится. Мы уже видели этот дом только что. Здесь чуть-чуть получше картина, но тоже, конечно, немножко требует ухода. Ну и вышли мы в конец улицы. Вот такие вот виды. Здесь вообще что-то непонятное. Что-то вот люди пьют. Надеюсь, чай. А не что покрепче. Тут мусор накидали. Дом тоже какой-то плачевный. Здесь еще какая-то организация находится. Какая-то контора, наверное. Такой вот забор. Тут тоже какой-то праздник. По всей видимости, кружка пива у него в руках. Вот смотрите. Сентябрь 2016. Люди средь белого дня до сих пор пьют. Ну вот такие вот не очень веселые виды. Ну и давайте попытаемся найти частный сектор в Великом Новгороде. В южной стороне города было много многоэтажек. Очень много хрущевок. Поэтому вот наконец-то я нашел частный сектор. Ну конечно, виды здесь еще хуже, чем в многоэтажных районах мы видели. Но здесь даже комментировать нечего. Здесь как-то все вообще не ухожено. Начиная забором и заканчивая дорогой. Хотя самодорожное покрытие, ну, на троечку пойдет еще. Ну вот мы находим даже среди вот такого ужаса и хороший двор. Действительно, вот это приятно посмотреть. И неплохой такой забор. Ну вот такие вот виды, конечно, это ужасает глаз. Что здесь скрывать, конечно. И лужи, и асфальт какими-то кусками. Все подзаросло. Насколько многоэтажные сектора выглядят плохо. Но частный сектор это вообще никуда не годится. Вот такие вот виды. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Есть, конечно, неплохие дома. Вот мы только что прошли. Но тоже это все очень-очень относительно. Переходим в частный сектор Венспилсе. Куда-нибудь вот сюда. Ну, вот сразу же находим частный сектор. Но, конечно же, это небо и земля. Несмотря на то, что это Латвия. Это не какая-нибудь там Англия, Германия. Это всего лишь Латвия. И уже вот такая разница. Посмотрите, в каком-то частном секторе, где недостаточно такой большой трафик. Мы видим вот такие вот кусты. Вот такие вот бордюры. Вот такую вот дорогу. Август 2014. Ну и находим, конечно, вот такие вот дворы. Тоже чем-то напоминающие Россию. Безусловно. Отрицать не будем. Но все равно. Хоть и что-то навалено там рядом. Как-то выстрижен газон. Поставлен приличный забор. Видим остановку. Видим лавочки, урна. Проезжаем дальше. Нареканий совсем никаких не возникает. Вот такой вот транспорт мы видим. Видимо, кто-то пустился во все тяжкие, если вы поняли о чем я. Такие достаточно приятные заборы тоже. Немного прозрачные. Все на уровне. Везде есть тротуар. Вот заметьте, в частном секторе какой прекрасный тротуар. Выполненный разной брусчаткой. Везде кустики. Везде какие-то обозначения. Есть полоски. Есть отступы какие-то. Это будто конструктор какой-то. Перейдем в другой конец этого же района. Видим вот такие узкие улицы. Здесь, конечно, чуть-чуть похуже уже виды идут. Но все равно это выглядит неплохо. Есть вот такие домики. Старые, заброшенные. Есть даже заборы вот такие вот не очень красиво выглядящие. Но все равно как-то по-бедному, но неплохо выглядит. И посмотрите, во дворе, ну, как бы тоже на уровне. Что-то, конечно, здесь поднасыпали, но в целом тоже неплохо. Все ухожено как-то. Даже вот в таком месте за забором есть бордюр. Ничего не накидано, ничего не заросло. То есть такие бедные узкие улочки. Хорошо выглядящие. Ну и перейдем давайте на другую сторону города. И посмотрим, что там находится. Здесь немножко похуже, но тоже виды впечатляют. Тоже что-то российское такое. Не совсем в красивом стиле, но тоже выглядит неплохо за счет своей ухоженности. Вот, например, здесь. Здесь мы видим также брусчатку, продолжается. Здесь бордюра. Ну, практически здесь как-то он то ли углублен, то ли его не ставили. Нет, просто углублен. Ну, конечно, уже какого-то такого супер тротуара нету, но тоже какой-то гравий. Видим, конечно, из-за этого немного пыль разносится по городу. Тоже, конечно, это минус. Но за счет общей картины выглядит все это неплохо. Тоже какие-то простенькие домики, как в России, но все ухоженно. Ну, и напоследок взглянем на частный сектор в Великом Новгороде в противоположной стороне. Я нашел. Ну, тоже виды, конечно, в общем, не такие уж впечатляющие. Это далеко не Латвия. Давайте вот посмотрим. Вот здесь, конечно, видим зажиточные люди живут. Неплохо, конечно, но я сомневаюсь, что здесь простые семьи. Ну, вот здесь может быть еще. Может быть. Но, тем не менее, посмотрите на остальные виды. Вот здесь что-то тоже неплохое. Вот это действительно сделано со стилем. Со стилем действительно. И я даже не хотел бы придираться, но если просто мы сравним вот эти виды, даже вот пусть с этими зажиточными домами. И посмотрим вот на эти виды в Латвии. Пусть даже вот с такими бедными домами. Но посмотрите, как это сильно все отличается. Это я сейчас подобрал самый такой простенький район. Я не стал уже брать район, где все прям шикарно было оформлено, как в первый раз мы смотрели. И вы сравните эти виды. Сюда смотрим. И смотрим вот на эти виды. Эти все шикарные отстроенные дома никак не сглаживают эту картину. А если мы берем вот такие вот виды, то здесь уже и комментировать, конечно, нечего. Здесь что-то нормальное. Здесь вот, кстати, хороший стиль. Но снова заборы какие-то вот неприятные. Ну и здесь, конечно, я не знаю, как можно было завалить. Я удивляюсь, как вообще этих людей не оштрафовали. Мне кажется, даже в России вот за такую огромную гору мусора рядом. Пусть не мусора, а стройматериала какого-то такого посредственного качества. Мне кажется, могут даже в России оштрафовать спокойно. Ну и закончим мы на такой красивой картине возле майка в море у Вэнспилса. Рассказывайте о моих видео друзьям знакомым. Распространяйте мои видео в различных сетях. Также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и пишите свои впечатления и советы под видео. До скорого. Увидимся.